Всем привет! При реставрации моего нового старого сверлильного станка задался вопросом его будущего размещения в мастерской. Кстати, полное и подробное видео о его реставрации можно посмотреть в двух частях у меня на канале. Делать под станок какую-то временную тумбу из говна и палок, как это было с моим чипу станком, не особо хотелось, потому как это временное зачастую остается на постоянно. Такой вариант меня не устраивал и было решено разработать уже постоянную тумбу из металла. Ну и конечно же, разработку подобных изделий я как всегда начинаю с построения 3D моделей в скетчап. Это позволяет точно подсчитать необходимое количество материала, а также избежать его порчи. Если учесть, что цена на металл сейчас сравнима с золотом, то допустить его порчи никак нельзя. Тумбу я рассчитывал под габариты станка 2М112. Для удобного перемещения станка, масса которого 120 килограмм, оснащу тумбу колесиками. Жене Матвееву привет! Чтобы в рабочем положении станок стоял устойчиво, сделаю винтовые ножки для разгрузки и вывешивания колес. С обратной стороны будет ниша подчастотник, а также бачок СОЖ при необходимости. Когда модель готова, можно приступать к работе. Размеры тумбы я размещу в конце видео. Для изготовления тумбы буду использовать профильную трубу двух видов 20х20 и 20х30, все с толщиной стенки 2 мм. Размечаю и нарезаю на заготовки. Кстати, напишите в комментариях, как вам удобнее резать металл болгаркой, из кромена или от себя. Когда все нарезано, выставляю и свариваю детали верхней рамки. Отверстия глушу заглушками из металла. Размеры тумбога. Верхняя базовая плоскость Верхняя базовая плоскость Для стяжки можно использовать велосипедную камеру Верхняя базовая плоскость Верхняя базовая плоскость Верхняя базовая плоскость После сварки сварные швы зачищаю Для закрепления задних колес дополнительно привариваю отрезок профильной трубы Те, кто давно подписаны на канал, сразу узнали, от какого проекта данные колеса Долго валяться без дела им не пришлось, и в данном случае они подошли как нельзя кстати Передние колеса будут поворотные, и для их крепления привариваю шпильку и пару гаек Лист металла толщиной 1,2 мм Наношу разметку под будущие ящики Предварительно в скетчап создаю несколько вариантов схем раскроя И определяю самую оптимальную Ту, при которой обрезки металла будут минимальны Для получения максимально точной разметки я использую чертилку с твердосплавным наконечником Кому нужно, ссылку оставлю в описании На Али она стоит совсем недорого Когда все заготовки вырезаны, можно переходить к следующему этапу А именно вырезанию углов Линии гиба до половины подрезаю болгаркой, ну а после к дну Верхняя поверхность стола будет из металла толщиной 2,5 мм В моем случае это обрезки, которые нужно будет сварить в цельный лист Из тех же обрезков, сваренных вместе, будет сделана лицевая часть выдвижных ящиков Для быстрого снятия острых кромок очень удобно использовать риммер со сменными лезвиями Его я также брал на Алиэкспресс Вещь действительно очень полезная Кому нужно, ссылку оставлю в описании Когда панели готовы, приступаю к проварке ящиков Также прерывистым швом усиливаю места гиба Сверные швы облагораживаю лепестковым диском Верхний лист будет крепиться посредством электрозаклепок Для чего в нем сверлют версти Вот какой вид приобретает светлый пол в мастерской при работе с металлом Шариковые направляющие я буду использовать трех видов На 550 и на 400 мм На верхние узкие ящики направляющие шириной 35 мм А на остальные более мощные шириной 45 мм На самом деле разница в цене тут не так уж и велика А потому лучше не мелочиться и взять все направляющие шириной 45 мм Наношу разметку под крепежные отверстия Предварительную сборку произвожу на винты М4 Впоследствии их заменю на заклепки Под ответную часть направляющих также наношу разметку Чтобы не ошибиться сделал себе небольшую схему Как вы уже поняли, профильную трубу прямоугольной формы я выбрал неспроста Благодаря широкой стенке к ней очень удобно крепить направляющие Центральный профиль выполняет поддерживающую функцию И находится как раз в том месте, где находятся крепежные отверстия в направляйках Мелкую резьбу в тонкой стенке можно нарезать шуруповертом Прикручиваю ответные части направляющих А после устанавливаю ранее подготовленные шуфлядки Раскладываю фасадные части и выставляю между ними необходимые зазоры Я их делал в районе 2 мм Поочередно выдвигаю ящики и прихватываю панели Когда фасад выставлен на прихватке Извлекаю ящики и полностью провариваю Алюминиевый швеллер 20х15х2 Размечаю на заготовке и нарезаю с помощью самодельной дисковой пилы Это будут ручки Наношу размет Наношу разметку под крепежные отверстия Аналогичную операцию произвожу с ящиками Чтобы защитить содержимое тумбы и направляющих от пыли обошью ее жестью В моем случае оцинковка толщиной 0,5 мм Если в дальнейшем поверхность будет окрашиваться, то металл лучше будет использовать неоцинкованный На нем краска держаться будет крепче Я же использую оцинковку потому, что она уже у меня была Нишу под частотник зашью металлом толщиной 1,2 мм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через проделанное ранее отверстие привариваю лист металла Сварочные точки зашлифовываю вровень с поверхностью Примеряю станину и наношу разметку под отверстие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отверстия больших диаметров в тонких листовых материалах Удобно делать с помощью ступенчатых сверл или коронок Кому нужно, ссылку на такие оставлю в описании Перед следующей операцией демонтирую все шариковые направляющие Чтобы в них не насыпалась металлическая стружка Сверлю отверстие под заклепки Подготавливаю тумбу под покраску Налет на сварочных швах удобно удалять с помощью мягкой металлической щетки на болгарку Для лучшего сцепления краски металл замотовываю Хоть поверхность оцинковки я хорошо зачистил, краска на ней держалась все равно слабо Именно поэтому под окраску лучше использовать чистый металл Поверхность тщательно обезжириваю Ранее для покраски я использовал пульверс Алиэкспресс с соплом 1,3 мм Но густую краску при работе с ним приходилось достаточно сильно разбавлять Было решено приобрести еще один точно такой же пульвер, но уже с соплом 1,8 мм Более крупное сопло как нельзя лучше подходит для нанесения грунтов и вязких эмалей По соотношению цены и качества этот пульвер пожалуй лучшее, что можно купить за эти деньги Для покраски мелочевки очень удобно использовать этого малыша В общем, кому нужно, ссылки на все аппараты, а также другие полезные вещи я оставлю в описании под видео Для покраски соорудил временную покрасочную камеру Параллельно буду красить сварочную тележку, видео которой уже было на канале Когда краска высохнет, произвожу оклейку для покраски во второй цвет Окрашивание буду производить в подвешенном состоянии таким образом Очень важно правильно подбирать разбавитель для краски Если для первой подходит 646 растворитель, то для данной необходим white spirit Когда краска высохнет, наступает самый приятный этап – расклейка и сборка Начну с установки колес Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и конечно же, чтобы все было по феншую, столешницу необходимо покрыть резиновым ковриком Клеить его буду на 88-й клей Наношу клей на обе поверхности и даю подсохнуть После максимально точно укладываю коврик Поскольку это контактный клей, то права на ошибку у нас не будет Если коврик ляжет криво, оторвать его уже не получится Для компенсации возможных перекосов коврик я вырезал с запасом Лишние края позже обрежутся уже по месту Для хорошей склейки его можно простучать резиновой киянкой Аккуратно проделать отверстие в резине можно с помощью бормашины и китайских твердосплавных фрез Окончательную установку направляющих произвожу на заклепки Отверстия с резьбой рассверливаю до диаметра 4,8 мм Устанавливаю ящики на место Панели также сажу на заклепки Из куска резиновой трубки сделаю защитный переход проводов через столешницу Чтобы тумба была не только функциональная, но и красивая Каркас решил дополнительно подкрасить черной краской Оклеиваю и крашу Для этих целей использую самодельную поролоновую кисть Малярную ленту лучше удалять, пока краска свежая А пока краска сохнет, ранее изготовленные ручки из алюминия заанодирую Возможно, кто-то не в курсе, но анодирование не обязательно должно сопровождаться окрашиванием Так и в данном случае, анодирование я произвожу в первую очередь для получения прочного оксидного слоя Для защиты поверхности от царапин Окрашивание я производить не буду В данном случае цвет шлифованного алюминия меня полностью устраивает Чтобы ручки не вымазывались и анодное покрытие не впитывало грязь После анодирования детали обязательно провариваю в воде для закрытия пор После анодирования поверхность алюминия покрывается белесой пленкой По сравнению с обычным алюминием, она более скользкая и твердая Царапается с гораздо большим усилием, чем простой алюминий Когда более подробно изучу технологию анодирования, возможно, сниму об этом видео Если вам эта тема будет интересна Готовые ручки прикручиваю к ящикам На этом изготовление тумбы можно считать завершенным Шариковое направляющее я использовал полного выдвижения Осталось дело за малым Установка частотника и станка Несмотря на массу станка с тумбой более 150 кг Перемещать ее достаточно легко Когда станок установлен на нужное место Колеса вывешиваются И для большей устойчивости Вся нагрузка переходит на винтовые опоры Выдвижные ящики очень удобно используют для хранения сверл и других инструментов Кстати, если у вас есть идея, чем можно бюджетно застелить дно ящиков То обязательно напишите в комментариях Потому как там использовать такой же коврик, как я наклеил сверху, выходит достаточно дорого Вишенкой на торте будет фирменный шильдик на лицевой панели На этом данное видео я буду заканчивать Все ссылки на видео с полной реставрацией данного станка я оставлю в описании Там же будут ссылки на полезные товары и инструменты с Алиэкспресс Файл с подробнейшей 3D моделью я как всегда размещу в своей группе ВКонтакте в разделе документы Но для тех, кому лень устанавливать скетчап, чтобы открыть 3D модель Вот небольшие зарисовки с размерами Если видео вам понравилось и вы бы хотели чаще видеть что-то подобное То обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик Чтобы первым получать уведомления о выходе новых видео Всем пока! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк